В Нижнем Тагиле с начала этого года отловлено чуть более тысячи бездомных собак. Пункта временной передержки в нашем городе нет, поэтому всех их доставили в Артёмовский. Там они содержатся полгода, а затем выпускаются на волю. С 2020 года содержать животных будут не более месяца. Они пройдут ветеринарный контроль, стерилизацию и чипирование. Чип для того, чтобы подрядчик метил своих собачек. Соответственно, мы понимали и на передержке могли отследить, какие наши собачки с нашим муниципальным образованием и отловленные нашим подрядчиком. А бирка для того, чтобы минимум исключить отлов повторной собаки. Бирка, она будет видна, она будет понятна, она применяется на ухе, на разных конститурациях, разных моделей, подсветках. Поэтому мы подумаем, попробуем именно таким еще методом, чтобы подрядчик не поймал второй раз собаку. О всех новшествах чиновники доложили депутатам постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, отлавливать животных с 2020 года будут под прицелом видеокамер. Специалистам необходимо будет не только поймать бездомную собаку, но и заснять процесс отлова. При этом использовать лекарственные препараты нельзя. Это еще одно нововведение. Как вот эти все меры помогут от того, чтобы просто не покусали бездомные собаки. Примерно, я вышел на улицу, я вижу там в отношении меня или еще кого-то, там, агрессивная стая собак. Куда мне обращаться для того, чтобы гарантированно ликвидировали эту угрозу? Ведь если бы я столкнулся с бандой хулиганов, я бы пошел в милицию, написал заявление. Да, и были бы к ним приняты либо меры уголовного, либо административного воздействия. В данном случае на кого мне жаловаться? Для того, чтобы ликвидировали угрозу. Вот реальную угрозу, особенно, вы же знаете, что собаки нападают в первую очередь на детей. Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов управления городским хозяйством нет. Однако они заверяют, что нововведения помогут снизить численность животных на улицах Нижнего Тагила. Но заметно это будет только через 5-7 лет. Я считаю, что в законе изменения существенные. И надо просто начать сейчас этим вопросом заниматься уже в рамках того, что нам законодатель предложил. Кстати, к исполнению, к обязательному. А потом уже вот смотреть. Между тем, за этот год поступило 725 обращений о бездомных собаках. На мероприятие по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2019-м выделено субвенцией в размере 8 миллионов 200 тысяч рублей. Анна Кизилова, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ.